Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Поговорим сегодня о том, как избавиться от травм и переживаний, которые несут негативный заряд. В каждом человеке есть те вещи, которые негативно отражаются на его уме, разуме, психике, душе. И таких вещей достаточно много. То есть это и из детства идущие травмы, и то, что происходит с нами в повседневной жизни. То есть любой случай оставляет отпечаток, заряд. И когда таких случаев накапливается большое количество, то мы теряемся во всем этом и начинаем переживать, нервничать, длиться. То есть появляются негативные эмоции и усталость. То есть приходят такие как бы состояния, которые для нас являются негативными. Чтобы справиться со всем этим, важно посмотреть, откуда идут эти случаи, откуда они проистекают, почему это, допустим, нападает на нас. То есть почему такой отпечаток есть у каждого человека. Когда происходит какой-то негативный случай, то это откладывается в уме. То есть, например, произошло с вами какой-то инцидент, вы попали в аварию, и это записалось у человека. То есть это отложилось в уме и в точности, во всех подробностях. Даже если мы не помним какие-то моменты, это все равно есть. То есть в случае в детстве, да, мы тоже многое не помним, но сколько там было в какой-то боли, обиды, грусти, негативных эмоций. И все это настолько влияет на нас, что мы просто потом выходим как бы как измученные. То есть мы выходим в каком-то другом совершенно негативном состоянии и не можем осознанно уже действовать по жизни. И в этом негативном состоянии, конечно же, мы не можем преуспевать, мы не можем делать то, что нам хочется. То есть почему? Потому что накопленный заряд, он как груз, как груз, который давит на плечи, давит на спину, на позвоночник. И отсюда происходят психосоматические заболевания. То есть что мы, например, чувствуем, да, часто человек в позвоночнике какое-то негативное ощущение, да, давит на него, на плечи. Это все вот этот груз ответственности, который мы несем и который не можем с себя стряхнуть. И когда, допустим, я провожу человеку процессинг, он так и говорит, я устал, я не могу больше на себе это нести, я хочу избавиться от этого. Вот. То есть вот этот груз, он давит на позвоночный стоп, на плечи человека, человек чувствует суту, он становится каким-то таким безрадостным. Или, например, у человека постоянно болит голова, да, то есть что это происходит? У человека, он бывает даже не знает случая, но он как бы метафорически, да, знает о том, что происходит у меня, и он выдает вот эти суждения. У меня там плохое состояние, я не могу с этим справиться, у меня голова идет кругом, я абсолютно разозлен, у меня там, ну, он говорит об этом, ему там, как обухом об голову или что-то. То есть человек может метафорически проговорить об этом, да, то есть он чувствует, что с ним происходит и говорит об этом. И вот эти метафоры можно вывести, потому что есть такая техника, символическое моделирование, вот когда мы из метафор можем получать, откуда это проистекает и исцелить это состояние. То есть вот эти вот метафоры, которые вы всегда выражаете, да, допустим, там, я скованный, да, у меня там скрутило всего. Вот это опять же, да, то есть у человека, например, может быть какое-то заболевание, да, телесное, артрит, например, да, или у него кишечник зажат, он не может там, допустим, сходить в туалет. То есть все, что угодно, это психосоматические заболевания, потому что когда вам говорят врачи, выпейте таблетку, это не помогает. Вот, и от этих психосоматических заболеваний мы можем избавиться только тогда, когда мы убрали негативный заряд. То есть когда мы убрали то, что сковывает наш кишечник, что давит на наши плечи, что вызывает головную боль, что вызывает состояние безжизненности, страха, боли. Вот, и когда мы справляемся с этим, то возникает исцеление. Что такое исцеление? Это когда мы чувствуем, что все хорошо, что заряд ушел, тело расслабилось, кишечник расслабился, голова не болит, то есть грусть в плечи ушел. Вот, мы можем найти это, отследить до тех случаев, откуда это возникло, и убрать оттуда негативный заряд, то есть путем перепроживания, путем исцеления этих случаев. И тогда состояние выправляется, и вы вновь чувствуете жизнью радость, силу, благополучие. Потому что я на своем опыте насмотрелся огромное количество примеров, когда ничего не помогало, но помогает именно процессин, то есть помогает исцеление в том плане, что мы убираем этот заряд, и состояние вновь человек выправляется. То есть у него уже больше нет вот этих вот негативных ощущений, страха, боли. То есть, и это действительно исцеление, это не что-то, что, ну, как бы там странное, да, эзотерическое, это действительный процесс психотерапевтический, который помогает человеку. И что самое важное, человек, поднимая свой уровень осознанности, все меньше попадает в неприятности и все больше преуспевает в жизни. То есть ему все меньше нужно вот этих вот процессов, да, потому что чем в лучшем состоянии человек находится, тем меньше он попадает в какие-то негативные перипетии, да, то есть и у него накапливается значительно меньше заряда. Потому что когда человек бессознательный, когда он действует неосознанно, соответственно, у него заряд накапливается, он не может, ну, простых вещей бывает сделать, да, то есть он делает что-то, бахли, попадает в неприятность, и сделал еще что-то, снова неприятность. Если так человек, вот попав в одну неприятность, вторую, третью, останавливается и перестает действовать, то есть он становится таким безжизненным, бессознательным. И в таком апатичном состоянии человек просто перестает действовать и говорит, ну, все пропало, я больше не хочу пытаться. Вот, и появляется депрессия, апатия, вот, и безжизненное состояние. Я могу сказать, что я наблюдал это у других людей, сам проходил через подобные состояния. И когда я занялся процессингом, когда я понял о том, как это можно исправлять, то я осознал, что это действительно исправимо, да, то есть не с помощью чудесной таблетки или там какого-то странного метода, да. Тут нет никакой практики гипноза, тут все основано на осознанности, на осознании того, что с вами произошло и откуда это проистекает. Давайте сейчас сделаем небольшую практику, посмотрим, как это работает. Сядьте или лягте в удобном месте, чтобы вас никто не отвлекал какое-то время. Создайте пространство для сессии, закройте глаза, чтобы вам было комфортно, и ощутите себя в этом пространстве и ваше тело в этом пространстве. Наполните пространство любовью, ощутите его в полной мере. И посмотрите, какие в этом пространстве есть негативные переживания, которые влияют на вас. Что-то, что мешает вам быть в настоящее время, действовать осознанно и легко. Когда вы почувствуете это, то посмотрите, что это за переживание. Может быть, это страх какой-то, может быть, это тяжесть в голове, боль в пояснице, в позвоночнике, тяжесть в плечах или скованность кишечника. Почувствуйте это ощущение, вводите в него максимально глубоко, насколько вы можете. Когда вы почувствуете его по максимуму, то прочувствуйте, откуда оно проистекает. То есть, возможно, вам придет картинка случая этого, откуда это идет. И дальше пройдите этот случай, перепроживите его. Перепроживите его один раз, чтобы вы почувствовали максимально глубоко все, что там произошло. То есть, перепроживите его во всех подробностях, насколько это возможно. Потом перепроживите второй раз. Тоже по новой, в новую единицу времени. Прочувствуйте его максимально глубоко. Перепроживите третий раз, чтобы вы почувствовали максимально изменения, которые происходят в этом случае. То есть, что происходит, что меняется, что уходит. И когда вы почувствуете, что заряда становится меньше, это хороший показатель. То есть, в какой-то момент заряд полностью уйдет. Если вы меньше не становитесь, чувствуете какое-то нарастание, то посмотрите, есть ли более ранний подобный случай с этим ощущением, и откуда он проистекает. И посмотрите, пройдите его точно так же, как и первый случай. То есть, один, два, три раза до полного облегчения. Когда вы почувствуете полное облегчение, что все, тут больше нет никакого заряда, тогда вы можете на этом остановиться, завершить процесс. И, естественно, получить гармонию, радость и счастье. То есть, вы завершаете процесс, когда вы почувствуете, что здесь больше ничего нет. Заряд исчерпан, и все, больше здесь нечего исследовать. Вот таким вот образом. Когда вы завершите сессию, то вы наполните пространство любовью, радостью, счастьем. И таким образом можно прорабатывать любое ощущение ежедневно, на ежедневной основе делать такие сессии. И, конечно же, это будет позволять вам улучшать состояние. Если что-то не получается в практике, или вы хотите сделать более глубокую проработку, то напишите мне в личные сообщения все мои контакты, указанные под этим видео. Мы сделаем бесплатную консультацию и проработаем ваше состояние, исправим его. Это я могу вам гарантировать. Вот. И если видео вам было полезным, то ставьте отметку «Нравится». Подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях. Вот. И делитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях. Я уверен, оно будет тоже им полезно и приятно. Вот. И, конечно же, буду рад вас видеть в друзьях. То есть я открыт к общению. Вот. И вот так же в описании моей книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление», где вы сможете больше узнать о том, как можно исцелять себя и о том, как можно быть творцом своей судьбы. Вот. Сейчас появились у вас на экране еще парочку видео. Посмотрите их. Это о том, как изменить свою судьбу и о том, практика проведения процессинга счастья, чтобы вы могли научиться и делать его самостоятельно. Также мой сайт и подписка на мой канал. Заходите на сайт, подписывайтесь. И буду рад вас видеть совсем скоро в следующем видео. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал «Академии счастья». Мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok